Всем привет! Очередная серия о строительстве второй очереди Фрунницкого моста. Это развязка номер три наша по пути следования нашего коптера на Страмиловском шоссе, пересечении Грозненской улицы и Пугачевского шоссе. Сейчас облетаем ее сбоку. Общая длина развязки у нас около километра. Включая длину самого путепровода 124 метра. И для того чтобы строителям построить весь этот путепровод, нам понадобилось забить 566 свай. Представляете? На самом деле гигантская работа, когда уже все построено, кажется, ну что здесь строить? Небольшая развязочка. А когда ее строили, конечно, работы гигантские производились. С разворотом, то есть с Грозненской, будет очень удобно выезжать теперь. И само шоссе будет двигаться напрямую без остановок. Конечно, в этом месте нужно было построить. Единственный такой момент, что дальше по направлению из города, примерно через километр, там полтора. Будет река Подстепновка. Вот и там мост. Достаточно узкое место. Нигде не нашел информации, будет ли там расширение какое-то. Ну посмотрим. По логике должно быть. Как написал вот один зритель в комментариях, что, конечно, должны там сделать. Посмотрим. Пока смотрим на то, что уже сделали. Сейчас пролетаем над самой развязкой путепроводом. Видно, что частично у нас не закончено еще ограждение. В принципе, я не думаю, что это глобальная работа. Думаю, что скоро сделают. Опять смотрим у нас краски осени. Все деревья становятся желтыми. Особенно, если за городом пролететь будет просто прекрасно. Вот мы видим, что в каждом направлении будет по две полосы. Соответственно, в середине разделитель. Дорога готова. По ней можно ездить уже спокойно. Строители ездят на своих машинах. Так что уже скоро будет открытие. Я ставлю на ноябрь. Рассчитываю, что в ноябре откроют. Посмотрим, конечно. Но я думаю, что в этом году однозначно. Хотя вся очередь Фрунинского моста, вторая, по плану должна открыться до ноября 2022 года. Ну, конечно, конечно, что она откроется раньше намного. Сейчас единственный сдерживающий момент всей этой очереди – это путепровод через дорожные пути. Казачий переезд, который мы позавчера смотрели. Сейчас делаются откосы. Ведутся земляные работы. Здесь у нас еще коммуникации не закрытые. Трубы открытые. Но сейчас их, я думаю, уже засыпят скоро. Аккуратно все проложили. Новые тоже конструкции, видимо. Я так подозреваю. Здесь, видите, трубы с буквой П сделаны для теплового расширения. Труба, когда расширяется или сжимается, иначе она порвется, делают такие вот в сторону ухода трубы, чтобы она гуляла, чтобы могла гулять немножечко. Тепловые расширители такие. Придумали очень давно. Так применяется до сих пор. Лучше ничего не придумаешь. Здесь также земляные работы ведутся. Мне кажется, даже женщины копают землю. Разбрасывают. Или кажется так? Сейчас посмотрим. Конечно, на такой объем два человека маловато что-то. Где же остальные? Ну да, женщины. Ну конечно. Кто еще, кроме женщин, сможет победить строительство такой развязки? Здесь у нас делаются откосы. Здесь, конечно, вот мужчины на сложной и тяжелой работе бетонируют. Получится классный откос. Смотрите, какая технология. Укладывается сегментами щебенка и потом заливается бетоном. Получается потом как плита армированная. Здорово. Ну, мы долго не будем летать. Смотрим. Отлет от путепровода. Всем, кто досмотрел, спасибо. Всем пока. Завтра будет небольшой сюрприз. Все смотрим. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...